17 июня 2020 года в поселке возникла ситуация, которую можно было бы назвать бурей в стакане. На первый взгляд она такое и кажется. Судите сами. Два собственника, недвижимое имущество которого располагается словно матрешка одно внутри территории другого, выясняют отношения. И.П. Макаренко, владелец автостоянки рядом с домом 20, был отключен от электроснабжения, потому что выяснилось, подключен он был якобы незаконно. В ответ на это И.П. Макаренков запретил пользоваться ни больше ни меньше инженерным сооружением, которое специалисты называют КНС, то есть канализационно-насосная станция. ТВ совхоз уже рассказывал ранее про сложившуюся ситуацию, ссылку на это видео мы оставим в описании. В четверг 2 июля 2020 года в 15 часов состоялась шестая по счету встреча, на которую И.П. Макаренкову была озвучена телефонограмма о возникновении аварийной ситуации и необходимости немедленного обслуживания КНС. 1 июля уже нам стали поступать жалобы от жителей домов номер 20 о наличии запаха канализации. Вот. Несмотря на это, ремонтная бригада туда не может и скоро попасть и не была допущена. Значит, в настоящий момент мы вас уведомляем, что уже возникла действительно аварийная ситуация по отводу канализационных стоков. Значит, мы вас просим обеспечить доступ к бригаде, завод совхоз и специальные сертифики через генеральный участок, то есть ваш кадатр, ваш упомяк, для устранения аварии на КНС. Они официально уведомлены, они получили, я вам покажу, вот такую телефонограммочку, в которой все описано. И уже, тем более, неоднократно. Это у нас по весь вопрос оформление сервитута, вот, и, соответственно, наши объекты находятся без воды, без отопления электричества. Плюс объекты, которые также дедушка АУ, который тоже на Киминал, тоже, в принципе, относятся к этому. Дедушка АУ к вам же не относится именно к КИП Макаринку. Дедушка АУ это общая... Нет, ну, дедушка АУ это совсем другая, это индивидуальный предприниматель там, по-моему. Ну, все прекрасно понимают, что дедушка АУ это также отрядно... Смотрите, мы делаем первый шаг. Иди за коном, пожалуйста. Мы отдаем вам воду, электричество на стоянку и на мойку. Делаем мы первый шаг. Дедушка АУ не является ИП Макаринку, к которому сейчас у нас, как бы, претензии. Вы там являетесь только генеральным директором, да? Там ИП как? По А3. Вот. Но вы же также можете быть где-нибудь еще в Московской области, в деревне, в которой нету газификации, сказать, а подключите еще и подведите газ туда, потому что и я там являюсь главой, там, или еще чего-нибудь. Наша съемочная камера оказалась на месте событий, когда под шум бензогенератора шли переговоры. На кадрах видно, как в окружении нескольких экипажей полиции стоят представители ЗАО «Сопросы имени Ленина» и ИП Макаринкова и разговаривают о путях урегулирования разногласий. На встрече присутствовал депутат Ленинского округа Баюклин Александр Васильевич. Позднее к ним присоединилась Ивуевич Татьяна Анатольевна. Около часа шло обсуждение с перерывами на телефонной консультации. В итоге в очередной раз на камеру была озвучена позиция Татьяна Макаринкова. И вот что он сказал. На данный момент мы видим автостоянку. На территории находится объект, куда, соответственно, хотят попасть обслуживающие персонализатор «Сопросы имени Ленина». Мы можем запустить их прямо сейчас практически. У нас есть несколько условий. Восстановить водоснабжение, подачу водоснабжения, электроснабжения в резвушку Дедушкалу, поскольку я являюсь генеральным директором. Это объекты все, в общем-то, мои. Восстановить подачу электроснабжения и водоснабжения, ну и также теплоснабжения на территории автомойки. Чтобы все объекты ИП Макаринков и Дедушка Ау начали хоть как-то функционировать, поскольку Дедушка Ау сейчас утопает в воде уже, там вычеркивают ведрами все. Вот работать мы не можем. Как только возобновится подача, это можно, наверное, сделать в самое ближайшее время, открывается шлагбаум и беспрепятственно все, кто обслуживает эту экономическую, попадают сюда. Далее мы начинаем оформлять все это в законном порядке. А смотреть объекты, которые утопают ваши, вот этот, можно? Ну просто в случае, если оно аварийное, тогда это другая история. А если оно не аварийное, может быть, время терпит? В другой раз. То есть по электричеству вы знаете, что нужно знать. Мы электричеством сами не владеем. Что нужно дать заявочку в МАЭСК. Там уже вам оформят и так далее. Даже к нам через нас, через гетерпические условия, мы подсоединяем вам также воду, отопление, канализацию и тому подобное. Но нам нужно попасть в устранение аварийной ситуации. Депутат, комментировав итоги переговоров в Местале, ранее директор ЗАО совхоза имени Ленина Павел Грудинин пояснял, что как только будут выполнены тех условия, прописанные в законе, совхоз предоставит услуги ИП Макаренко в полном объеме. Почему же так важно провести технические работы, мы попросили рассказать специалиста, Широва Олега Владимировича. И вот что он нам пояснил. КНЕС там состоит у нас, находятся там два канала. В каждом канале установлены электромеханические грабли, которые вычищают, посредством вычищают твердые частицы. Такие там тряпки, дрова, бутылки, ну и тому подобное. Они вычищают в определенной емкости. Эти емкости мы каждый день вычищаем, всыпаем в большой контейнер, который потом посредством, по договору у нас увозится, значит, ну, в торсырье или куда-то там еще, еще что-то, это самое. Вот. Если ситуация такая, в данный момент одни грабли сломаны, с 17-го числа уже. Вот. Работают сейчас в данный момент одни грабли, то есть идет один поток. Вот. Все емкости заполнены. Сейчас все это вываливается, если они еще даже в рабочем состоянии, то это все вываливается наружу. Все тряпки, все это лезет наружу. После того, как твердые частицы могут попасть в саму канаву, откуда откачивают насосы, в саму эту емкость, откуда насосы качают. Вот. Они непосредственно обязательно забьются. Вот. После того, как они забьются, набьют на крыльчатку все эти твердые частицы, насосы просто перестанут качать. Вся наша фекалиеввода со всего совхоза, они начнут литься из колодцев, они начнут затапливать дома, ну, и так далее. То есть это получается очень большая, чрезвычайная ситуация. Можно даже так назвать, что это практически получается теракт. Выходит дело, договориться снова не удалось. ИП Макаренко потребует от ЗАУ то, что законно оно выполнить не может. А в ответ сотрудников не пускают к канализационной насосной станции для проведения регламентных работ. Почему-то нам кажется, что пока катастрофа не случится, усиленная охрана с лейблами роты КНС никого не подпустит. Будем следить за развитием событий. С вами был ТВ Совхоз. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok